В связи с износом газового оборудования и нарушением его обслуживания участились случаи взрывов в жилых домах. В историко-культурном центре состоялся семинар под названием «Про ЖКХ», на котором уделили внимание газовой безопасности. Провела лекцию руководитель Королевского отделения Совета многоквартирных домов Подмосковья. Цикл семинаров, который мы транслируем по всему Подмосковью, губернаторский проект под названием «Про ЖКХ», где мы рассказываем простыми словами о самом наболевшем для жителей. И на данный момент это, безусловно, является изменение в законодательстве касаемо газа. Для того, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходима регулярная проверка, а также замена устаревших приборов. По новому законодательству, техническое обслуживание газового оборудования, которое находится внутри дома или квартиры, а также проверку системы вентиляции, теперь будет проводить только Мособлгаз. Об этом сообщил сотрудник организации. С 1 января нас ждет новое время. Теперь обслуживать, ну, заниматься ТОВДГО и ВКГО будет только одна организация газораспределительная. Вот, так как газовые сети у нас принадлежат Мособлгазу, соответственно, будет Мособлгаз. ООО Мособлгаз сервис является дочерней организацией, которая создавалась Мособлгазом специально для этого технического обслуживания. Для того, чтобы техническое обслуживание проводили именно работники Мособлгаза, с ними нужно заключить договор. Мы стараемся заключать в данный момент по средствам, ну, при помощи управляющих организаций, которые проводят собрание собственников жилья. Кроме того, руководитель Ассоциации председателей Совета многоквартирных домов муниципалитета Людмила Лернер дала совет по технике безопасности. Я всем рекомендую, во-первых, чтобы дополнительная вентиляция шла отдельно, основная всегда присутствовала, это ААБ, всегда, вот я у себя всегда держу окно на кухне, на правительной, либо приоткрыто. Это наша безопасность. И рекомендую всем, что если вы уезжаете даже на дни сутки, перекройте кран подачи газа. Такие семинары необходимы для того, чтобы повысить уровень грамотности населения в сфере ЖКХ и обслуживания жилого фонда. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.